Какие у нас угрозы сегодня в Украине? Несколько дней тому назад Владимир Путин заявил, выступая публично, что российская экономика должна быть готова полностью перестроиться на военной рельсе, и частные и государственные предприятия должны быть готовы в условиях войны выпускать только военную продукцию. То есть он объявил, что Россия готовится к полномасштабной войне. С кем может Россия полномасштабно сейчас воевать в регионе? С Китая? Нет. С Японией? Нет. Со странами более маленькими? Вряд ли, потому что для этого не нужна вся общая мобилизация всей российской экономики. То есть единая, с кем Россия может полномасштабно воевать в теперешней ситуации, это Украина. То есть он угрожает, перевода с его языка это угроза полномасштабного нападения на Украину. Что такое полномасштабное нападение? Этого еще в Украине не было. Я единственный человек, единственный представляющий, который был лидером страны, которая была единственная пока что, которая подверглась полномасштабному российскому нападению. Что такое было полномасштабное российское нападение в 2008 году? Это 200 самолетов, которые непрерывно нас бомбили. Это 100 с лишним тысяч живой силы, которая зашла в течение нескольких дней, распортировалась на территории. Это больше 2000 единиц бронетехники. Это полная кибератака на все наши компьютеры и, естественно, полная информационная атака. И это все продолжалось то и после. Готова ли Украина к тому, а учитывая, что с тех пор российская мощь возросла минимум 2,5-3 раза, готова ли сегодня Украина отражать крупномасштабную вот такую российскую агрессию, цели которой совершенно очевидны? Разделить Украину по Днепру, полностью отрезать юг, полностью отрезать большую часть запада, напасть с севера, с запада, с юга и уничтожить украинскую государственность. Мне кажется, мы совершенно к этому не готовы, и я выдаю секрет Польшинели. С одной стороны, у нас есть героические солдаты, которые остановили врага той формы, в которой он был. Есть боевой дух украинцев, который не сломан и не будет сломлен. Я совершенно уверен, что чтобы не было, украинский народ никогда не сломается. Это реально самый героический народ в мире, самый не сломленный, самый упертый в достижении своих целей. Но я бы не советовал, как бывший глава государства, президенту все время увлекаться показом по телевизору. Маневров, стрельб, на плацу каких-то там мероприятий военных. Армию надо поддерживать. Но подменять реальную боеготовность потемкинскими деревнями, это мы проходили во многих странах, и это не работает. Генералы генштаба, большинство их них, абсолютно не способны защищать Украину. Это бывшие выпускники российских военных вузов, большинство из них, которые еще несколько лет тому назад, я помню, когда Гриценко был министром обороны, когда им задавали вопрос, а что если, когда они проводили учение, синие, красные нападают с Румынии, с Польши, когда им задавали вопрос, а если с Востока синие и красные нападут, красно-синие, красные, или красные, синие, белые. Они говорят, вы что, как мы в глазах посмотрим нашим российским братьям, если они даже когда-то узнают, что мы вообще даже обсуждали вопрос возможного нападения с Востока. 90% этих генералов сейчас сидят в генштабе, руководят украинской армией. Это по своему менталитету рабы России и Путина. Каким образом они могут защитить Украину, когда они принимают основные военные решения? Каким образом можно защитить Украину, когда у нас ситуация, когда минимум 30-40-50% это не мои цифры, а в некоторых закупках 200% крадется верхушкой, которая засела на военных заказах?